Продолжение следует... Продолжим, но мы обсуждали на прошлой лекции. Спонтанное нарушение симметрии и теорему Голстовна, которая говорит, что при спонтанном нарушении симметрии, непрерывной симметрии, появляются безмассовые частицы, и их число, этих 15-х частиц, равно числу нарушенных симметрии. Ну вот, мы проинфицировали эту диорему на примере аксиального тока. Рассматривая аксиальный ток, а не а, где а – это не цветовой индекс вовсе, по цвету это бесцветный оператор, то есть это сильный по цвету, а – это индекс, флэйворный индекс. Ну, флэйворный индекс, мы можем его рассматривать как... Мы можем рассматривать разную флэйворную симметрию, истопическую симметрию, и лесу при симметрии. А – это флэйворный индекс, в принципе, мы даже можем и без симметрии ввести этот флэйворный индекс, то есть ввести операторы, генераторы группы, такие, флэйворные индексы, флэйворные индексы, которые мы обозначаем, по-прежнему обозначаем для А. Ну, и напоминаю, что для эстетической симметрии, где есть группы эстетических вращений. ТА – это просто есть сегма пополам, и сегма – она принципа. Значит, с такой нормировкой мы работаем. Так вот, амьо-А – это есть с исчертой, тА, гамма-мю, а-а, гамма-мю, гамма-пять, такси. Пять, гамма-пять, которые мы будем использовать сейчас, гамма-пять, на гамма-ноль, на гамма-ин, гамма-два, на гамма-три, если есть стандартное представление, как гамма-мя-пять, это та, которая используется в патику для этого группы – мальница. Я проговорил, что по книжке эстетского «Левшица-Петроевского» принято опять с другими знаниями. Вот этот вот аксиальный ток, если рассмотреть его материчные элементы между состояниями наклонной, значит, N' – N' – P' – 1, A' – 0, N' – P' – то его, значит, можно этот материчный элемент записать как «у» с чертой, ну, я не знаю, «у» с чертой штрих 10. Этот «у» является не только спинором гираковским, но еще и спинором, или супер-спинором, в зависимости от того, какую группу мы рассматриваем – С2 или С3, в спокойном пространстве. Так вот, здесь, и здесь стоит, что же у нас там, ладно, здесь пишется как «гамма-ну», ТА, надо было написать по цвету, это единственное, ТА, вернее, не по цвету, а по клейверу, структура единственная, единственным образом строится, а по флоринцевской группе, здесь есть два члена «гамма-ну» и «гамма-5» на «жа», вот «ку» квадрат, где «ку» мы обозначим, что уже есть «п-мини» с «жу», и «плюс», «плюс» у «лю» на «гамма-5» тоже, конечно, и здесь «ха», два факта квадрата, как ты понял, это общий вид такого матричного элемента, где стоит «у»? «у» — «у» — «у» — «у» — «у» — «у» — «у»? сохраняется, то есть, ну когда ток сохраняется? Когда у нас два гамма-5»? Граграншан имеет симметрию. Граграншан, если Лаграншан симметричен относительно преобразований группы, вот флеймерной группы, то тогда ток сохраняется, значит, диверсия ток равна нулю, и мы получаем соотношение, что… получаем соотношение, используя то, что «b» со шляпой на «у» с чертой, — равно «у» с чертой… У с чертой на b' шляпа равна u с чертой на m, и u с чертой u, p на u равно m на u, и используя то, что g' и а . А вот там у нас есть перегравления. Где? В перегравлении первого флага. Здесь? Да. Ну, вообще-то это зависит от определения тока, и от определения G. Понимаете? В прошлый раз мы написали это выражение, когда мы опять вынесли, и везде были плюсы. А ну тогда мы ток по-другому переопределяли. Вот если я определю ток там, если я ток определю таким образом, ну, очевидно, тогда будет там. Тут те же самые гамма-мюли, гамма-5 стоять. Вот. Да, в прошлый раз, может быть, мы по-другому ток определили, но это вопрос определения. Не принципиально. Я думаю, тогда, наверное, мы и Q по-другому определять. Да? Да. Ну, вот видите. Тогда все на конце с конца дисходится. Мы опять, по-прежнему, получаем, что здесь равно Q квадрат на HA. На Q квадрат. Вот что мы получили. И что это означает? Ну, что мы имеем, на самом деле, на... Ну, отсюда мы, конечно, получаем, что... Ээээ... Что? Если ЖА от Q квадрат не равно нулю... ЖА от нуля не равно нулю, то HA должно иметь полюс. А что мы имеем в реальном мире? Вот это ЖА от нуля, оно известно. Как оно известно? Оно известно из... Откуда известно? Известно из бета-распада. Из бета-распада. Потому что вот этот ток, аксиальный ток... Это есть ток, который входит в слабое взаимодействие, в... В логрожан слабого взаимодействия. Именно он ответственен за бета-распад нейтрона. Поэтому... Ну, при бета-распаде передача импульса пола. И, в общем, легко экстремплировать результаты экспериментов. С точки ку квадрат равно нулю. И получается значение ЖА. ЖА от нуля примерно равно 1, сколько 24, если я правильно помню. А может, я и неправильно помню. Но лучше я погляжу, чтобы вас не обмануть. О, 1,26. Ну, вот с нашей... Я думаю, что это вовсе не принципиально. Вот получаем такое значение ЖА от нуля. А это значит, что ХА имеет полюс. У квадрат равно нулю, а наличие полюса свидетельствует, что есть безмассовая частица. Вот так мы получаем. Ясно, что безмассовая частица имеет квантливые числа по флейверу. Такие же, как этот генератор. Ну, для случая, значит, флейверной группы СО2, это эмизон. СО3, это, значит, пакет псевдооскалярных мизонов. Такая вот иллюстрация теорема Голлстрома, наличие безмассового частица. Ну, более того, мы можем получить теперь связь между вот этой вот константой ЖА от нуля и константой распада Пи-бизона. Так называемое соотношение... Ну, правда, входит еще и константа Пи-н-Эм. Это, так называемое, соотношение конверкер-треймера. И, значит, как же оно, как же оно, как же оно, как это соотношение можно получить? Получить его можно таким образом, что... Давайте посмотрим, поместуем часть, что мы говорим, что должна быть безмассовая частица. Значит, ЖА от нуля, это есть вычет в полюсе. Вычет в полюсе H. H имеет полюс. Значит, наличие полюса связано с безмассовой частицей. Значит, и вычет в полюсе... Дает нам ЖА от нуля. А как же этот вычет в полюсе... Как это на реограмме нарисовать? Вот матричный элемент. Вот у нас есть... Здесь нуклон. Здесь штрихованный нуклон. Здесь какой-то... Вообще-то говоря, у нас матричный элемент... Мы можем нарисовать какой-то вот такой диаграммой. Здесь у нас АНЮ оператора. Вот здесь у вершины. Это матричный вершина. Это матричный элемент оператора АНЮ А от нуля. Ну, здесь стоит какая-то блямба. Которую мы должны расшифровать. Выделить из этой блямбы только член, который... Полюсной их член. Член, связанный с наличием безмассовой частиц. То есть мы должны здесь написать... Выделить вклад безмассовой частиц. То есть здесь у нас должен быть какой-то пропагатор. Как же изобразить пропагатор этот? Вот. Безмассовая частица. Пенезон. Пенезон. А здесь вершина перехода пенезона вот в этот ток. Я уже этот ток нарисую так опять АНЮ А. АНЮ А от нуля. То есть у нас матричный элемент этот есть. Проявление вот этой вершины на пропагатор и на эту вершину. Вот чему правильный матричный элемент. Теперь давайте рассмотрим, что это за вершины. Вот это вершина. Это есть, естественно... Вот это... Нежели мы здесь напишем здесь... В. В. Промежуточная частица. Здесь у нас это оператор. Здесь у нас промежуточная частица. Значит, вершина перехода это есть такая вершина. АНЮ А от нуля. Я... Значит... Ну я не знаю, я же... Отсюда буду смотреть. Здесь будет у меня и П в состоянии. Вот КУ. Здесь импульс КУ. Как это будет импульс КУ? КУ вот так будет импульс. На КУ равно П-Ф. П. А здесь ВАКУ. Значит... Вот такой матричный элемент здесь стоит. Матричный элемент перехода между... И... И... вот этот ток АНЮ А. Ну и этот славичный элемент... Он... 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 может быть записан... На самом деле... С точностью до базы. Он может записан... То есть... Только... Какая-то константа... Эта частица... Если мы рассматриваем частицу обновации поверхности... То это... Какая-то константа... Которая обозначена... ФП. ФП... Нет... Или он... Какой здесь пуг? Вот... Так... Сейчас... А здесь стоит... По... Ээээ... Конечно... По... Векторному... По Лорицев... По Лорицевской структуре должна быть только КУ. Другой возможности нет. ФЛЭР. У нас структура должна быть только Дельта В. Пока-то... Другой возможности нет. Ну и здесь в вас예요 коэффициент... Который выбирают... Который на самом деле... Ээээ... И... Зависит от того как мы определили это состояние. Эхз-пи... Зависит от того как мы определили это состояние. И... В общем он выбирается равную. А теперь, конечно, можно было загнать это в константы связи, но выиграется здесь в константы связи положительные таким образом, чтобы вес π равно там, чему же оно равно там. 131. Конечно, это размерная константа. 131 больше. Опять же, я же не наврал. 131 больше. Это константа. Значит, да. Именно так. Иногда вот эта вот константа будет вместо этой вот малой fp или наполе с область все это вместе обозначается fp большое. И тогда это будет fp. Большой будет равно там 90 что-либо. Неважно. Вот. Вот эта константа связи и константа перехода бимизона в этот ток. Ну а ясно, что эта константа, она определяет… Откуда эта константа определяется? Конечно, из ширины распада бимизона. Потому что… Как у нас выглядит распад бимизона? Бимизон, как сказать. Опять же, это слабый ток. Он ответственен за распады. Затронные распады и биограмма распада бимизона. Это вот у нас есть бимизон. Он такой стрелочный. Вот он тем, что мы обозначали. Синьизон. А здесь переходит этот слабый ток. А слабый ток переходит в мион и нитрино. И это определяет нам ион и нитрино. И это определяет нам константу распада. То есть, ширина распада выражается через константу распада. Ширина хорошо известна, константа отсюда известна. Значит, всё это определено. Теперь ещё что стоит? Значит, мы видим, что как вот этот матричный элемент, вернее, повезная часть матричного элемента, как выражается? Она выражается как у с чертой. Я не буду писать вот это. У с чертой. У штрих с чертой для этого наклона. Дальше стоит вершина. Стоит пропаганда. И вот это константа перехода. Вершина теперь. Как пишется вершина? Ну, ясно, что опять это какая-то феноменологическая вершина. И вот есть... Откуда она извлекается? Ну, она извлекается из... Из каталитических экспериментов, которые так описываются, что вот... Ну, скажем, из рассеяния... Ну, уклон уклонного рассеяния принесет энергия. Уклон уклонного рассеяния принесет энергия. Вклад основной. Ну, конечно, эта теория уже никакого отношения к ЭКД не имеет. Но... Потому что оперируют нефетренных кварков и антикварков, афтерных адронов. Адронов. И это... Ну, уклонное рассеяние, оно изображается при низких энергиях. При малых передачах инкульса. Оно изображается вот... Такого типа диаграммами. Уклонным. Уклонным. И... И он уклонное рассеяние. Тоже такими типами. Только... Такого же типа диаграмм. В принципе... В общем... Будем говорить о уклонном-уклонном. Здесь стоит вершина. Здесь стоит вершина. Вершина бион-уклонного взаимодействия. Бион-уклонного взаимодействия. А как? Эта вершина. Ну, надо как-то ее определить. Эту вершину. Она... Определяется так, что вот эффективный лоружан. Эффективный лоружан. Низкоэнергетического бион-уклонного взаимодействия. Он пишется как... И... 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 Слизчиво двое. Уклонное. На... На... Констанцию взаимодействия. G, P, N, N. G, P, N, N. Вводится в констанцию гион-уклонного взаимодействия. И так, что низкоэнергетическое лоружан. Записывается в виде птичной чертой N. Гамма-5. А... А здесь стоит... Сигма-А. Да? Ну, или... Тамма. Тамма. Когда мы говорим о сигме, это имеем в виду... Ну, обычная... Матриц Пауэль и... Ну... Которая действует... В пространстве обычного спина. А когда говорим о пространстве иза спина, то пишем матрицу Тауа. Хотя это то же самое. Да? Так как принято писать. Значит, эти матрицы Тауэль и на все это. Вот низкоэнергет-А. Ещё, конечно, на ФИ. Это пенизонное поле. ФИ-А. Пенизонное поле. Естественно, пенизонное поле. Это, значит, лоружан, который... Ну, эффективно лоружан, но он однозначно строится и сквозь эстетической симметрии. И, значит, из свойств инвариантности относительно отражения, скажем, пространства. Потому что это свертоскаляр. Мы должны построить здесь тоже свертоскаляр. И статический симметрия обеспечивается вот такой сверто. А дальше здесь пытался построить свертоскаляр. Свертоскаляр строится вот так с помощью. Гамма 5. Всё. Ну, конечно, мы могли это написать ещё и там много членов других с производными. Но поскольку мы говорим с производными от этих полей, поскольку мы говорим о нескольких энергиях, эти производные... члены с производными мы отбрасываем. И вот такой лоружан. Значит, это феноменологический лоружан, который использовался ещё до возникновения квантового динамика. С незапамятных времён, значит, он использовался для описания процессов примийских энергий. Процессов геонуклонного и геонуклонного взаимодействия примийских энергий. И вот такой вот лоружан. Значит, если... Ну, я ещё хочу сказать, почему здесь я и написал. И я написал здесь без соображений. Просто для того, чтобы константа эта была, ну, как вводится, была существенная. Я обычно её считаю положительной, я написал И. Потому что для эрмитовости вот этого лоружана, это больно эрмитовское. А вот для того, чтобы вот этот был, этот оператор был эрмитовский. Здесь сам по себе вот этот оператор, он отдельный. Поэтому для эрмитовости всего выражения нужно писать И. Вот так. Ну и тогда, что же мы получаем здесь? Мы получаем У4, вершине стоит. Так, в этой вершине тогда, в этой вершине стоит. И нажим её НН. НН, да? И ещё на И. Вот это И от того, что... От теории возточнения, потому что вот этот вопрос, да. А мы, значит, оператор эволюции, оператор С оператора. Это Е в степени И на действие, да. Это вот это вот И, которое стоит. Значит, действие это благороджан. Просто интеграл благороджан по трёхмерному пространству. Значит, вот это И, которое стоит перед действием. Вот это И. Это ДНН. Дальше стоит два ТА. Два ТА. Да? Та ла дугольная ТА, как я уже говорил. Дальше стоит, значит, ну, лучше не ТА. А-индекс ТВ здесь у нас стоит. ТВ. ТВ. Вот. Это мы написали вот эту вершину. Здесь у нас стоит, естественно, наш УВ. ТВ. Ну, ЛИКУ просто. Я, ну, штрих пишу ЛИКУ. Т.е. Вершину написали. Дальше пишем пропагатор. И. Нажать ТА, В. Делём на нашу квадратин. Это пропагатор телезонного поля. И дальше пишем вот эту вершину, которую у нас написано, которая у нас написана. И. На ФП. И. Или на поле здесь двух. Да? На ФП. На ДТАВ. Так. ДТАВ. А! ДТАВ я уже написал. Вот. Всё. Да. Ну и всё. И, значит, у нас получится здесь ТА. Вот матричный элемент получился ТА. Все у меня вылетели. Их было ровно четыре. И. Вот. Значит. Матричные элементы. Полюсная часть. Полюсная часть. Мы говорим. И мы должны сравнивать. Полюсная часть, сравнивая его с этим выражением, мы получаем, что HA от Q квадрат. Ну или, вернее, чтобы выделить полюсную часть. Натившим здесь Q квадрат. Q квадрат. А на Q квадрат. При Q квадрат стремящемся к нулю. Это мы выделяем полюсную часть. Здесь. Здесь ТА, куда он стоит. У. У. Стоит. Всё. Остаётся. И всё равно у нас. Чему? Два. Да. Корень из двух. ФП. Корень из двух вот отсюда. ФП. Вот оно. И. 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 Вот. И. 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 Вот. Вот здесь Q 59 потерял. Вот здесь Qム 5 потерял. Совершенно правильно. Вот тоже Q5 но. Совершенно правильно. Да. Вартишь LOVE опять правильно написано. Вот. Значит. Конечно. Структура довольно такая же, как там. И значит, сравнивая его с этим выражением, мы получаем, что 2mGa под 0 равно у квадратов H в реху подрастающей психологии. Вот эти соотношения отбрасывают промежуточный результат выбранства. Мы получаем вот эти соотношения, которые называются соотношением Калбергера-Треймана. Соотношение Калбергера-Треймана. Вот. Теперь ну и сравниваем их. Его можно сравнивать с экспериментом. Потому что ЖА от 0 мы знаем, мы их не знаем, и ЖПНН мы тоже знаем. ЖПНН мы тоже знаем. А мы уже знаем из низкоэнергетического ПН-рассеяния. Значит, и это ЖПНН оказывается равным, ну вот, ЖПНН в квадрате. ЖПНН в квадрате. ЖПНН в квадрате. ЖПНН в квадрате. ЖПНН в квадрате, деленное на 4π. Оказывается примерно равно 14,6. Вот откуда пошло тут сильное взаимодействие. Видите, какая константа связи. Вот. Константа связи. Эризона с таблоном. Вот она, видите, оказывается, какая огромная. Да? Ну как? Вот взаимодействие, естественно, когда смотрели взаимодействие, взаимодействие при низких энергетах, оно оказывает иметь такую огромную константу связи, как в сути. В то время разлагать по такой, вряд ли по такой константе связи, это может только припадки отчаяния и безумия. Вот. Ну вот. Ну, значит, все константы известны. И, скажем, получаем, что это соотношение замечательно выполняется. Выполняется. С хорошей точностью выполняется. Ну, я не знаю, процентов 10 точек. Ну, это, конечно, хорошая точность. И о чем же это свидетельствует? Что в самом мире, в нашем мире, который мы... Мы же получили это соотношение, вообще-то говоря, для, как некого идеального мира, идеализированного мира, в котором масса кварков равна нулю. И масса дивизода тогда тоже равна нулю. Вот. Мы получили, что если масса кварков равна нулю, равна нулю, то есть тогда... То есть в том случае, ежели ток сохраняется, дивизгенция равна нулю, то тогда есть безбассовая частица, и тогда выполняется такое соотношение, или вот такое соотношение выполняется. Это в некотором идеализированном мире. Вы получите это соотношение. Но его можно получить и, так сказать, в нормальном мире. В нормальном мире. Используя гипотезу частичного сохранения аксиального круга. Что это за гипотеза? Ну, что за гипотеза? Давай посмотрим на этот матричный элемент. И возьмем-таки дивизгенцию аксиального тока. Конечно., если бы гипотез был из массового, то тогда дивизгенция была бы равна нулю. Естественно. Но в реальном мире. Но если бы, дивизируем, дивизгенция была бы равна нулю, значит, потому что дивизген был без массового. А в реальном мире, что мы имеем, эта дивергенция, мы имеем dµ, а здесь mµ в квадрате, вот так вот, mµ в квадрате. Ну а почему π сократил? Потому что дивергенция – это минус и на пол в пульсном пространстве дивергенция, так пишется. Значит, вот что получается. Вот что получается для дивергенции. Это позволяет нам написать такую гипотезу. Ну, в смысле гипотезы я скажу. Значит, dµ, несколько позже, aµ от х, когда fµ, fµ в великой поле есть 2, mµ в квадрате, а здесь φµ от х. Это есть оператором 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 оператором. Вот это вот такое операторное соотношение называется гипотезой «частичного сохранения рычального тока». В стиле BCBC – partial conservation axel karma. Вот такая гипотеза. Ну, на самом деле смысл этой гипотезы так… нежели так вот формулировать, что вот как операторное соотношение просто, то невозможно и понятен смысл. Потому что, ну, оператор нам надо… Этот ток у нас хорошо определён в теории. А что такое φµ и матричные элементы – это φµ что-то? Что за оператор φµ? Это, на самом деле, не очень хорошо определённая оператор. И смысл этой гипотезы надо понимать так, что… Вот есть здесь, в матричных… Вот когда мы рассматриваем матричные элементы, содержащие реакциальный видок, то есть полюсные члены. Полюсные члены. У этих матричных элементов есть полюса, связанные с пивизоном. Полюсные члены. Полюсные… То есть члены, связанные с пропагатором, с наличием пропагатора кемизоновым. И есть неполюсные члены. Так вот, считается, что неполюсные члены, они слабо зависят от передачи импульса. Смысл этой гипотезы именно в этом состоит. Что неполюсные члены, в матричных элементах операторов, содержащих акциальный видок, они слабо зависят от передачи импульса. И можно экстраполировать… То есть экстраполировать эти матричные элементы в точку Q, равную нулю. В точку… И дальше передачь импульса равную нулю. Вот, на самом деле, в чем состоит смысл этого убеждения. Этого соотношения. Ну и вот, соотношение, как с Геррием Тринмана, легко, может быть, получено… Используя вот эту вот… Эту так называемую гипотезу писилище. Ну, когда-то она называлась гипотезой, но сейчас, в общем-то, ясно, что она выполняется, что она строит ливо, и поэтому как-то уже, может, ее гипотезой не надо называть. Используя частичное сохранение акциального тока. Как же это можно получить? Ну, точно так же можно получить. Давайте вычислим этот матричный элемент. Значит, дню, дню, аню. Вычислим матричный элемент. Возьмем дивергенцию этого тока, значит… И получим ток… С одной стороны, дивергенция этого тока равна… Давайте… Умножим это на пуню. И получим, что есть… Пусть святой… Пусть святой… И… Опять не буду писать эти индексы… На ТА… А здесь получим… На… Дивергенцию… То есть умножить на пуню. Но здесь опять же… Здесь будет стоять 2М… 2М со знаком плюс или со знаком минус… 2М… Минус 2… Минус 2М… На… ЖА… ЖА… У квадрат… Плюс… А… Да… Ну ладно… Плюс… Плюс… Куб квадрат… Э… 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 Гамма 5… Гамма 5 общая… Гамма 5… Гамма 5… Гамма 5… Гамма 6… 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 Это здесь, просто подставляем сюда, значит, материнский элемент этого оператора, материнский элемент, используется отношение, а, подожди, точка, это я дивергенцию получил, дивергенция, когда я вычисляю дивергенцию, то это есть демю. Что это такое демю? Это аксиальный ток, ну, когда при вычислении дивергенция, я должен соображать, что это есть демю. Я вычисляю производные, я должен соображать, что а, а, ну, любой оператор, о, х, когда я пишу, что это есть е в стекени и, п, п, х на о от нуля на е в стекени минус и, п, х, да? Когда я вычисляю дивергенцию, это, значит, есть и на п, ну, на коммутатор, здесь это оператор, дивергенцию и в нуле вычисляю. Когда это будет п на о, п на о коммутатор, импульс, то есть это и на п штрих минус п, дивергенция, это и на п штрих минус п. Когда я его, ну, я уже и там это использовал, конечно, но там я его так лихо проскочил, потому что помню, то есть цен, и здесь я знак помню, здесь я знак не помню. И хочу восстановить, значит, и мне надо на п штрих, дивергенцию вычисляю, и на п штрих минус п, да? И на п штрих минус п. Дивергенция, это значит и на п штрих минус п. Здесь. Тогда, здесь у меня где-то возникнет и. То, что здесь у меня написано, это есть просто п минус п штрих. Я умножаю вот этот матрищный элемент на п минус п штрих. Именно так. П минус п штрих. П минус п штрих. Почему на п минус п штрих? Потому что, то есть, п, у меня минус два, п, смотрю на п штрих. П штрих, это нас здесь, п штрих действует справа на у чертой, даст нам массу, а у меня п штрих ходит с минусом. Ну, значит, здесь, это есть просто п минус п штрих. А, значит, дивергенция, это есть минус и. Больше такой дивергенции. То есть дивергенция, это минус и на п минус п штрих. Это выражение у меня п минус п штрих. Свердка с п минус п штрих, а дивергенция, значит, есть минус и. Все, это минус и. И с другой стороны я должен написать матрищный элемент вот этого оператора. Матрищный элемент фи, вот этого оператора, между наклонными состояний, ну, а матрищный элемент фи вот этого оператора, между наклонными состояний. Ну, а матрищный элемент фи, между наклонными состояний, это есть вот эта вершина. Вот эта вершина, которую мы писали, мы писали как пи, gp, nm, gp, nm, gp, nm, gp, nm, да? На, 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 на общий столь штрих на ТА, не на ТА, на общий столь штрих на СИГМА, которая есть два на ТА, на ТА, и здесь гамма пять, и здесь куб. Все. Ну, ага. Все. И теперь, вот это выражение у нас, здесь уже у нас, да, по правде говоря, я неправильно написал, это маточный элемент, маточный элемент, фи, вот такой у нас маточный элемент стоит, Н с чертой, штрих, а здесь фи, а здесь там фи, ну, как это, он его, этот маточный элемент мы можем получить, только по теории возмущения, фи с аммонией взаимодействуются, то есть, только по теории возмущения, то есть, вы должны, этот маточный элемент у нас отвечает вот в такой диаграмме, Это в такой диаграмме, вот у нас есть пи-поле, здесь пропаганда и вершина, значит, вершину я написал, вот я написал вершину, но, правда, написал ее без уможителя и, вот она вершина у нас стоит, и на и, да, А теперь я могу все-таки написать пропаганда, в котором есть Т, значит, ТА, ну, я отбрасываю ТА в пропаганда для сохранения вот этого флэйора, мы имеем здесь единицы, бельки на q2-3 в квадрате, Ну вот, теперь умножаем, если я умножу на q2-3 в квадрате, то есть, я все, если умножу на q2-3 в квадрате, то я могу устранить предел, я уничтожу все быстро меняющиеся члены, все члены, связанные с стилизованными полюсами, уничтожу, и тогда в этом соотношении умножаю на q2-3 в квадрате, здесь убираю, и тогда говорю, что в этом выражении, вот это выражение, оно у меня должно слабо, поскольку уже нет там никаких пенитонных полюсов, оно слабо должно зависеть от q2, от q слабо должно зависеть, а это значит, что я в этом выражении могу его экстраполировать, в точке q равна нулю, и я могу его рассматривать в точке q равна нулю, и в этой точке я как раз рассматриваю, в этой точке q равна нулю, и я как раз получу вот это соотношение, значит, какое соотношение? 2m g а от нуля, это есть вот это вот, вот это более, правильно я помню себя, ну правильно, конечно, 2m же туда, как на основном вот это, 2m это масса луклона, масса луклона, естественно, она с самого начала просто масса луклона, она же получалась у нас, когда мы p со шляпой действовали на луку, конечно, это масса луклона, ну, считается, что она, что эти массы луклона одинарны. Вот это соотношение я получу, значит, можно его получить в идеализированном мире, но есть другой способ его получения, другой способ вот таких, другой способ получения соотношения, связанных со спонтанным нарушением симметрии, и этот способ, вот такой способ, вот мы используем гипотезу частичного сохранения аксиального тока, то есть считаем, что дивергенция аксиального тока равна полю, пропорционально дивизионному полю, и понимаем это соотношение так, что вот, ну для того, чтобы на самом деле как-то четко определить это соотношение, когда успеют определить материчные элементы вот этого оператора. И мы говорим, что здесь есть материчные элементы, связанные с полюсными плагами, с полюсными, с пропагаторами дивизона, или с полюсными по дивизону, с полюсными, при кубократном м квадратном следовании, и все другие. Как все другие, мы считаем слабо-зависящими от передачи инкульсов, так, что можно экстраполировать полученные соотношения в точку к уровню, ну как вот мы здесь делаем. И мы тоже таким же образом получаем соотношения в этой инкульсе. Вот два способа я, два вывода от этого соотношения я продемонстрировал. Теперь, значит, соотношением к этим мы покончим, а в оставшееся время рассмотрим, связь между мастерами дивизонов, ну или вообще дивизонов, или мастерами, этот мастерами дивизонов в случае, с левыми группой СУ-3, рассмотрим, связь вакуумные средними с вакуум конденсатором с такими вакуумными средними мы уже говорили, что на самом деле, эти вакуумные средними могут быть получены так же, исправить сон вот вы там написали переход демиум-гипет пропорционально в ху-мио понял, где? ну вот этот переход недавно написали как пропорционально в ху-мио, да? там почему ничего другого не надо написать? а что? это у нас вектор вводится вектор, да? а какой у нас вектор есть? какой-то аммбилл это у нас скалярная частица скалярная частица, да? значит, это пират что вы увидели в себя этот матричный элемент что содержит? ну вакуум это есть вакуум от него ничего не может быть а вот это а от этой частицы есть что? когда вывисляет матричный элемент он содержит волновые функции частиц да? волновые функции состояния волновые функции что за волновые функции? скалярное а? это скалярное поле если относительно лорицевских приображениях скалярное поле волновая функция его какая? а? волновая функция скалярного поля не делится ну констант она зависит от амблировки но это константа волновая функция почему выбрали пионы для сравнения с этим выражением? вот я могу выбрать какой-то сорок частиц промежуточных чтобы у меня гамма-мю получилась то есть вот эта работа с пионами это какая-то какой-то теоретически интерес поставляет или какой-то феноменологический пион ну какой же друг? но у нас пионы это реальная частица да? да реальная частица и они имеют те же кванты и числа пионов совпадают с кванты и числами георгетция взятого тока да? совпадают кванты и числа ну поэтому мы здесь и написали переход ну понимаете вот оператор амю да? это вектор ну во всяком случае это подзонный оператор да? значит здесь должно быть конечно позвонное поле какое-то да? иначе матрица алименты не может быть отличным матрица алименты не может быть отличным то есть мы должны это должно какое-то позвонное поле потом оно должно иметь эстопический индекс если мы рассматриваем группу эстопических преобразований алименты с эстопическим током да? ну все что это такое? не обязательно не обязательно что пион да? ну это там должен быть псевдоскаляр 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 вы знаете? ну ну в принципе мы могли бы сказать а почему у него безон здесь? Ромизон тоже хороший да? Ромизон может быть здесь Ромизон? а? да? да? а почему обязательно псевдоскаляр? это вы мне на меру приняли какое-то моё утверждение что обязательно псевдоскаляр нет это не обязательно псевдоскаляр например Ромизон был например вектор был поставил векторная частица да? но это должна быть не векторная часть ну скажем ну Ромизон по разным соображениям отметается значит по соображению Ж чёртости например у Ромизона у Ромизона у Ромизона Ж чёртости какая? минус единица минус единица а у Ромизона ну поэтому а у акциального тока Ж чёртости минус единица значит у акциального тока ну по Ж чёртости Ну, я не знаю. И на самом деле, и по пространственной четности тоже. Понимаете, это псевдо... У этого оператора соотношение между спином и четностью неправильное. Неправильное в кавычках, неправильное. Обычное соотношение. У обычных, скажем, у нас есть векторный ток. А это аксиальный ток. Конечно, если векторный ток, мы знаем, что векторный ток может переходить в фотон, может переходить в Робизон. Векторный ток может переходить в Робизон. А аксиальный ток не может переходить. Потому что Робизон – это нормальная частица, аксиальный ток – это псевдо-ток. Это псевдо-вектор. Это не вектор, а псевдо-вектор. Ну, поэтому, конечно, есть высшее возбуждение с такими же подходящими квантами числами, но у нас сейчас интересует низкое энергетическое физическое. И поэтому эти высшие возбуждения, частицы с более высокими массами, они нас не интересуют. Мы смотрим самые низкие лежащие состояния. Поэтому здесь мы смотрим на такое матричное время. Да. Низкое лежащее состояние. Мы же еще раз возьмем стартование с идеализированного мира, в котором пенезоны были безмассовые, были безмассовые частицы. То есть, в идеализированном мире, в котором масса квантов равна нулю, у нас пенезоны должны быть безмассовые. Ну, или должны быть частицы, галстоновские частицы. У нас в нашем мире, в реальном мире, масса квантов не равны нулю. Это означает, что частицы у нас не настоящие галстоновские частицы, а так называемые псевдогалстоновские. То есть, они с маленькими массами, но все-таки все ни разу не нулю. Что у нас подходит на руль тактический? Только пенезон больше ничего. Ну, я же не могу говорить о грудке СУ-3. Конечно, можно говорить о грудке СУ-2, пардон, о эстетической грудке. Если мы говорим о грудке СУ-3, то это актет псевдоскалянных мезонов, естественно. Но это уже не такое хорошее приближение, потому что сами понимаете, что в актете псевдоскалянных мезонов, мезоны-то сами имеют массу там 140 м, да? А в актете псевдоскалянных мезонов какие массы? Там есть частицы ЭТО, которые, ну, как мезоны, они тоже имеют уже массу под 500 м, правильно? Это уже не такая маленькая масса, поэтому приближение не такое хорошее. Ну вот, теперь, так вот, вы разобрались с тем, что есть соотношение, которое можно получить, так вот используя представление о спонтанном нарушении симметрии, спонтанном нарушении симметрии. Но спонтанное нарушение, я уже еще раз повторяю, что спонтанное нарушение, это означает, что у нас есть симметрия симметрии, но симметрия нарушается выбором вакуума. Основное состояние вакуума, оно не симметричное, нет варианта относительно преобразования груши какой-то. Ну, в таком случае, вот этот случай, скажите, конечно, в этом случае можно получать какие-то соотношения, и вот мы продемонстрировали, как можно получать какие-то соотношения. Как? Говорим, что вот, если есть спонтанное нарушение симметрии, то тогда у нас есть безмассовые частицы, и вот мы у меня продемонстрировали, что есть безмассовые частицы. И тогда можно вот использовать то, что есть безмассовые частицы, и рассматривать полюса, вклады в матричный элемент, связанные с этими безмассовыми частицами, то есть полюсами в амплитудах растений, в амплитудах в матричных элементах, содержащих пропагандры этих безмассовых частиц, мы получаем соотношение определенное. Но это соотношение, я повторяю, мы получаем в идеализированном мире, когда у нас есть симметрия нарушена только спонтанно, только спонтанно нарушенность. В реальном мире у нас симметрия нарушена не только спонтанно, в реальном мире, потому что наличие симметрии, вот керальной симметрии, связанной с сохранением вот этого аксиального тока, наличие симметрии обеспечивается только молевыми массами квадрата. У нас масса квадрата неравных людей. Мир не совпадает с реальным. Но он близок к реальному, потому что масса квадрата маленькая. И тогда нужно ли тоже получать какие-то соотношения. И эти соотношения мы можем получать либо в идеализированном мире и потом их тянуть, но если соотношения не содержат вот этих легких масс, то тянуть и использовать эти соотношения, полученные в идеализированном мире для нашего мира, либо получать уже непосредственно для нашего мира, используя гипотезу PCAC. Вот это два способа получения соотношений, связанных с гипотезой о спонтанном нарушении симметрии. Можно двумя способами получать соотношения, извлекать соотношения, связанные со спонтанным нарушением симметрии. Один, просто предполагая, что есть только спонтанно, а другой, если вот мы так написали, то мы сразу сказали, что это же ведь уже всё у нас. Мы сказали, что нет спонтанного, что симметрия нарушена не только спонтанно. Если бы симметрия была нарушена только спонтанно, то инергенция была бы равна нулю. А мы говорим, что вот она не равна нулю, инергенция. То есть мы уже признали, что симметрия нарушена не только спонтанно. Тем не менее, мы можем получать соотношение, используя фипотезу BCAC, что быстрое изменение, быстрая зависимость или сильная зависимость матрицных элементов от передачи курса связана только с плюсными членами по пенезонам, с плюсными по пенезонам членами. Мы можем получать такие соотношения. Сейчас мы еще продемонстрируем, как можно получать эти соотношения. Вот мы продемонстрировали на примере соотношения, как можно это соотношение получать из холейной гипотезы BCAC. А сейчас еще получим соотношение между массами пенезонов и вакуумными конденсатами, тоже, кваркулыми конденсатами, тоже используя вот это соотношение. Как же мы его напишем? Как мы его напишем? А вот, как мы получим это соотношение? Вот давайте рассмотрим такой матричный элемент. Ноль, да? Ага. Ага. Лучше вот так. Так. Вот что посмотрим. Такой матричный элемент. Ноль, Ду, Ау, плюс, а здесь и минус. Ну, я думаю что. Будем рассматривать только вот СУ2. А, ну, то есть только дублет вакуумов рассматривать для простоты. И введем, значит, А плюс и А минус. А плюс минус, 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 ню. А, ну, это есть А, ню 1, плюс, минус и А, ню 2, да? А пи, пи плюс, вот этот пи плюс, минус, это есть единица на корень из двух, а здесь состоянный, и здесь такой один из двух из нормировок. Адъемы не обязаны нормировать, а здесь вот из нормировки мы берем этот корешок, пи 1, плюс, минус и, пи 2. Ну, где-то, это вот заряженные минусоны, а мы можем с натуры пи 1, когда мы говорим, вот это, используем обозначение, это же мы используем, так сказать, дегатор, базис, то есть используем частицы у нас пи 1, пи 2 и пи 3, да? И зарядные, и зоны, это вот такая комбинация частиц нейтральных частиц, и 1, пи 2. Вот так. И этот материчный элемент тогда, он у нас, вот, если использовать гипотезу частичного сохранения аксиального тока, он у нас будет fπ на nπ в квадрате, и что там? fπ на nπ в квадрате, и все. fπ на nπ в квадрате. А с другой стороны, он равен, этот материчный элемент. Давайте возьмем, напишем этот материчный элемент, вычисним дивергенцию вот этого тока. Вот в нашем мире с... Мы же говорим, что вот, когда мы говорим о том, что дивергенция равна, вот, используем гипотезу частичного сохранения аксиального тока, конечно, это гипотеза в нашем реальном мире уже, с массами кварков не равны нулю. Не равны нулю. Значит, массами кварков не равны нулю, иначе бы эта дивергенция была равна нулю. Так, значит, мы вот берем это соотношение, вот, а мюл, и вычисляем, значит, здесь вычисляем дивергенцию, просто используем уголовление гирака. Используем уголовление гирака. Дивергенция только за счет массы кварков. Отличное нуля. Ну и что же мы получаем? Мы получаем д... Д ню... Вот это... Что такое а плюс тогда будет? Тогда а плюс это будет а мюл плюс. Это будет, значит, я так напишу, Пси чертой у на гамма-мю, на гамма-5, на Пси-д. И наоборот, сейчас соображу. Это главные числа, то есть пенизона. Значит, этот оператор... Это пи- минус, это пи- минус, это что такое пи- минус? Это у на д и шерпой, да? Пи- минус, это у на... А, пардон, пардон, д на у шерпой, да? Д на у шерпой, это пи- минус. Д на у шерпой, значит, мы должны этот... Ну, правильно, правильно, потому что этот оператор у меня уничтожает d, да? А этот оператор рождает из чертой. Так, все. Вот у меня такой оператор а плюс. Теперь я вычисляю его дивергенцию. И когда я... Так, когда я напишу d-ню, а-ню, d-ню, а-ню, это есть... И-д-ню, а-ню. Ну, понятно, что тогда я этих... И-д-ню действую на... И-д-ню действую на пси. Да. Какая матрица? Да нету, да, я уже... Я уже ее расписал. Знаете, вместо t-а у меня появился, когда я написал плюс, вместо t-а у меня получился d плюс. И она подействовала. Вот выделила только лучше той d, да? Лучше той d. Вот она выделила. Все правильно. Значит, теперь и... И d со шляпой. И d со шляпой у меня стоит, и d со шляпой. Когда я перетащу сюда, то будет минус, да? И будет md, минус md. Значит, это равно минус md плюс mu, правильно? На вот этот вот, на пси-сертой, у на гамма-пять и на пси-дэ. Вот так. Массы кварков только нарушали эту... Да. Только масса кварков нарушает эту симметрию. И поэтому дивергенция, она пропорциональна массам кварков. Вот. Поэтому, значит, ну, когда мы пишем dm1, когда мы здесь написали, значит, здесь пишем равно минус, равно и пишем dm1, да? И, вот здесь пишем dm1 плюс md. dm2 плюс md. А здесь падает, что элемент такой... ноль. Пси-сертой. Умный. Ну, от нуля, конечно, поскольку у меня дивергенция, когда узнал, взяток точки ноль. гамма-пять в си-дэ, да? Вот так вот. Да? А здесь стоит пи-минус. Пи-минус от нуля. Вот так. Пи-минус... Почему от нуля? Пи-минус... Ну, я не знаю, здесь пи-минус не важен, ну, вообще-то, от любой эллиргенции, да? Ну, пи-минус вообще сюда и в правую часть не входит импульс. Поэтому так, я напишу, значит, пи-минус, ну, вообще-то говоря, напишу от какого-то ку, а потом я выпустил в виде такого к нулю, на самом деле. Пи-минус от какого-то куба, пока. Пи-минус от куба. Вот такой матричный элемент. Теперь, как же этот матричный элемент я могу расписать? Я хочу, значит, стратегия какая? Я хочу использовать... Я уже один раз использовал диагенцию, как сяло, только, да? Вот эту вот. Написал эту пифку, а затем пифку, да? А с другой стороны, я хочу еще, еще раз хочу сказать, я хочу вот этот матричный элемент как-то выразить все-таки через, значит, через диагент взрывчального тока. Ну, как я могу это использовать? Ну, я так напишу. Это есть... Что это такое? Что это у меня? Здесь тоже от нуля. Это есть некий элемент, матричный элемент... Ну, что-то вроде матричного элемента из матрицы. Во всяком случае, это матричный элемент, да? А я хочу этот матричный элемент записать... Вместо этого матричного элемента написать функцию Грина. Как говорят, используют редукционную формулу. Редукционную формулу. Что такое редукционная формула? Я говорил вам, что самое общее... Самые общие объекты, которые мы имеем в квантовой теории Куле, это функции Грина. А, скажем, матричный элемент, с матрицей, как получается из них? Мы говорим, что мы, значит, эти функции Грина ампутируем, да? Функции Грина содержат пропагаторы внешних частиц, да? Ампутация означает, что мы отбрасываем пропагаторы внешних частиц, да? И заменяем их на... Заменяем их на волновые функции, для того, чтобы перед них рассматривать. Правильно? Матричный элемент, так и слабится. И здесь я хочу проделать ту же самую операцию. То есть, вот от этого матричного элемента перейти к функции Грина. То есть, написать этот матричный элемент таким образом, что это есть... Что это есть... Вот так я напишу... И минус... И минус... Ну, что это такое? Так... Хорошо, я сейчас... Прямо его... И минус... Сейчас я его напишу, а потом объясню, что это такое. Я напишу, что это есть... И... Это я напишу то же самое... А дальше я напишу вот, что... Такую функцию визною... Ага... Еще интеграл... Интеграл... Д... 4х... 4х... И в степени минус... И qx... Да? И плюс x... Это ладно, знак не ваш, но мне все равно... Так... А здесь умножить на q2 минус p2 и делить на i... Вот так... А здесь напишу 0, а здесь напишу t произведение... В ходе... Вот... От... Пси с 4х... У... От нуля... Дамма 5... Пси... Д... От нуля... А здесь напишу... А здесь напишу... t минус... Оператор из одного поля... Да? Который... Ну плюс... От x... Ну а... Ну или... Оператор... Ну ладно... Пусть я напишу оператор t минус... Но это тот оператор, который должен рождать пенезонное состояние... Да? Вакуум... Вот такое t произведение... Что это такое? Что это за t произведение? Что это за t произведение? Ну ясно, что это... Это некая функция Грина... Функция Грина... Которая... Значит... Содержит пенезонное поле... И... Понятно... И... И... Вот это вот оператор... Это функция Грина... Когда я расписываю эту функцию Грина... То... Магричный элемент у меня... Вот такой... Здесь пропагатор... Или правда я его изображал... Этот пропагатор... Вот так... Пенезонный пропагатор... Видите? У меня стоит... Это тано... stability есть теперь не эхуикс... Значит у меня импульс... импульс... q... А здесь какой-то... Какой-то оператор... ну я не знаю, вот этот иран стоит но важно то, что этот вот этот уже когда я беру вот этот матричный элемент от T произведения этот матричный элемент включает у меня вот этот пропаган чтобы этот пропаган выбрать что я сделал? я умножил на q2 вот умножил на вот это выражение q2 на 2 квадрат ну разделил на пропаган который есть и или так у квадрата на сам квадрат все, это это я как раз убрал этот пропаган все, значит я таким образом перешел к вот к этому матричному элементу все вот так ну я еще раз повторяю, что формулы такого типа называются редукционными формулами редукционными формулами да а теперь я хочу использовать формулу PCAC вот это вот певизонное поле певизонное поле, да заменить на на это певизонное поле заменить на дивергенцию я получу этого днем амм амм минус от х делить днем 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 это дивергенция и делить нам mπ в квадрате mπ в квадрате да ну и теперь уже mπ в квадрате mπ в квадрате но уже корень из двух у меня исчезнет из-за из-за того, что в определении а а плюс минус то есть не было корень из двух а в определении эфин полейки плюс и минус эти корень из двух все вот такое выражение вот такое я выражение получил вот значит здесь вот это вот дивергенция аксиального сока делить да да ну а что это что это такое это такая дивергия это что это такое а не минус это у меня получится всей с чертой d да от х на на гамма 5 на гамму на гамма на гамма на гамма нюх и на ци у от х вот что такое дейтю d а минус вот и значит партнер взять вот это от этого депределения между вау вау м ну вот все замечательно все замечательно теперь что же я могу дальше сделать дальше у меня здесь стоит т произведение да т произведение понятно что когда я беру я хочу взять предел прикурс стремящимся к нулю предел прикурс стремящимся к нулю почему я хочу его взять ну потому что я знаю что при вот этот вот здесь я выделил убил по полюсной полюс по пионный полюс я убил значит я знаю что у меня оно слабо зависит от передачи потому что я могу спокойно брать его при ку равном нулю но когда а как я его могу вычислить для его впечатления давайте я буду интегрировать по частям я буду здесь получать ку я перебрасываю в производство получаю ку а я ку хочу стремить в нулю значит этот член то есть я ноль получу я же буду перебрасывать в производство сюда правильно а какой член будет а какой член ненулевой будет будет ненулевой член это будет здесь у меня t произведение стоит и t произведение оно содержит θ функцию вот это есть θ от минус t это и вот это на это да на ab если я это а а это b плюс θ от t да а здесь b на а правильно это если это оператор b а это оператор а вот когда t больше нуля то а это а оператор это b оператор и если t больше нуля то у меня стоит b на а да а когда t меньше нуля то тогда а на b так t произведение или нет еще раз t больше нуля t произведение это операция с более более позднего времени то а и т и т и и т ну правильно да так когда то есть когда я то есть перебрасываю вот эту производную дефилицирую или интегрирую по частям то у меня вот эта производная действует либо на экспоненту и мы говорим что это мало мы получаем потому что получаем q который стремится нулю либо действует на вот эту тентофункцию да и когда она действует на тентофункцию то получаем мы коммутатор какой мы получаем коммутатор ну с учетом того что производная перебрасывается со значением минус мы получаем коммутатор а с b и только нулевая компонента дает вклад и получаем одновременной коммутатор то есть что мы получаем дальше получаем вот что вместо этого резидента стоит вот такой коммутатор здесь только нулевая компонента коммутатор и стоит еще дельта функция дельта функция от от t вот это из-за дефекцирования вот этой дельта функции получаем дельта функцию и здесь получаем коммутатор вот такой значит коммутатор одновременно мы получаем значит вот ну а дальше мы уже все спокойно можем стремить q к нулю и тогда что мы получаем здесь q вибрации эту экспонент вибрации интеграл соответственно дельта d куб x но помним что здесь одновременной коммутатор здесь х есть да пространственные х есть а временные х они равны нулю временные х то есть временная компонент х равна нулю но а тогда мы можем вычить коммутатор потому что мы знаем одновременные коммутационные соотношения они же они известны они и для операторов с учетом взаимодействия, одновременные функционные соотношения Земли. И какие соотношения? Соотношения, естественно, антикоммутационные. Пси, альфа, там, вот, х вектор, пси, крест, альфа, пси, бета, вот, у вектор. Это есть антикоммутатор, как вы знаете, есть дельта альфа-бета, дельта альфа-бета и дельта от х минус у, да? Это дельта от х минус у. Снимается интегрирование по иксам, ну, вместо у у нас стоит 0 или вместо икса, это неважно. Значит, у нас, то есть, появляется из-за коммунационных соотношений, появляется еще и дельта от х векторов, интеграл по иксам берется. Значит, и что же в результате? Понятно, что когда мы антикоммутируем, то только это с этим антикоммутируем, и это с этим антикоммутируем, да? Ну, как взять, конечно, да, правда, я неправильно написал, это с чертой на пси антикоммутатор равен дельта альфа-бета, вот так вот, с чертой альфа на пси бета. Ну, тогда сейчас объясню. Так, вот х вектор, значит, это одновременные, а здесь от нуля вектор, это есть дельта альфа-бета, да? Почему я так, почему я так говорю? Да, потому что, ну, значит, сопряженным импульсом для пси, кто является? Пси чертой является сопряженным импульсом. Ну, только после вычисления этих коммутаторов, вот этого, мы получаем просто, и после интегрирования, значит, мы получаем минус, а мп в квадрате сокращается. Получаем, импульсом д, деленное на мп в квадрате, да? Импульсом д, деленное на мп в квадрате. И сокращается. Минус, что ли, получаем, да? И здесь получаем, значит, это с этим дает нам, это, и это с этим дает, а, ну, либо, значит, либо у нас в коммутаторах были, то есть коммутатор этого с этим, и есть коммутатор этого с этим. И мы получаем здесь просто ноль, а здесь получаем пси у чертой от нуля, ну, от нуля я не буду писать, ну, ладно, напишу у, а здесь пси у от нуля плюс пси, гаммут 5 сокращается, а здесь гаммут 5 сокращается, а здесь гаммут 5 дает нам то, что нужно. Что такое? Сище то есть? Нет. Неправильно я сказал. Все-таки здесь у нас стоит, вот когда у нас грязный стоит, я взорвал. Вот именно вот там мышцепонационное соотношение. Ну, давайте. Ну, всего ж не упомнишь, приходится возвращаться к истокам. А истоки какие? Какой у нас выбран шаг? И, знаете, какое? Си чертовой, да? А здесь стоит. И Д минус М. Вот берем всю эту массу, взаимовещу, выбрасываем, а здесь стоит гамма ноль, да? Т ноль, минус Т вектор, гамма вектор это выбрасываем, а здесь си, вот стоит, да? Вот что такое импульс. Это производная импульс. Это производная по скорости, да? Производная отображена по скорости. Вот это скорость. Значит, импульс, который отвечает Пси, Пси, это вот что такое. Вот что такое импульс, да? Это есть не Пси с чертой, а есть Пси с чертой на гамма ноль, а это есть Пси крест просто, да? Импульс. Ну, и вот получаем поэтому вот такое импульс. Это вы легко его проверить, можете написать пропагатор, а потом его... Ну, из пропагатора можно это получить, конечно. Ладно. Поэтому, значит, здесь вот никакого гамма ноля уже не будет, да? А будет просто Пси с чертой у на Пси у плюс Пси с чертой д на Пси д. Ну, опять от нуля. И Пси д от нуля. И вот, средняя павла будет. Вот что мы получили, да? Вот что мы получили. И что же это означает? Что же это означает? Ну, мы получили. Что такое? А почему Пси в квадрате? Вот здесь я написал, что не Пси в квадрате. А почему я написал Пси в квадрате? Что это означает? Опечатка. А почему вы не заметили эту опечатку? Поэтому здесь ФП просто стоит. И вот мы получаем что? Такое соотношение замечательное. Что? Что? Все это убираем и получаем соотношение. Соотношение что? ФП в квадрате, да? МП в квадрате, да? МП в квадрате равно МУ плюс МН с ознаком минусом. А здесь стоит средняя павлаку. Кси с чертой У от нуля. Кси с чертой У от нуля. Кси с чертой У от нуля. А здесь от нуля. А здесь, дальше. вот получается такое соотношение это означает, что квадратная масса квадратная масса ну вот так сказать масса и фенезон обязаны двум источникам во-первых, для того чтобы была масса нужно чтобы МУ и МД нужно чтобы оба эти множители были этот и этот, отлично от нуля, да? то есть, значит, должна быть симметрия нарушена явно явно симметрия должна быть нарушена, да? в Лабринжане должно быть нарушение в Лабринжане но в самом деле, если симметрия в Лабринжане не нарушена мы знаем, что фенезон должна быть Голстоновская, безмассовная значит, симметрия должна быть явно нарушена и спонтанно нарушена потому что это вот это моя отличная рекомендация конечно нарушает нарушает симметрию это спонтанное нарушение симметрии, да? а можно как-то понять, что вот это симметрия по МАХаму должна быть сметрия? а вот так получилось? то есть, не так нельзя ну я не знаю как можно понять я не знаю может можно как-нибудь так какие-то соображения привести но я как-то их не знаю не думаю над этим да и думать не хочу вот 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 такое ну получается так ну что еще можно соотношение аналогичное соотношение написать да конечно мы вот написали это для только для дублей использовать дублет кварков, да? а можно вот и для триплета кварков тоже написать аналогичное соотношение например написать соотношение для МК МК в квадрате МК масса К в зонах, да? тогда что будет в коридоре? К в зонах ну это будет МУ плюс МС да? входить масса К в квадрате да? и здесь совокупная средняя К в квадрате плюс С в квадрате а потом можно взять соотношение для аналогичное соотношение для ЭТО мизона да? для ЭТО мизона а там будет входить уже и и ну что у нас входит в актет через скалярных мизонов входят и НИЗОН и ЭТО еще НИЗОН да? как вот для ЭТО мизона можно там будет и ну ЭТО мизон содержит и все квадраты содержат и У и Д и С квадраты да? ну и потом предполагаем скажем и статическую симметрию что РУ равно МД и вот эти вакуумные средние тоже равны они отличат только в массе С квадрата и У квадрата соотношения вот этих из этих трех равенств можно получить формулу Делмана Акумба для связи между массами Пи Кам и ЭТО помните эту формулу что 3 МЭТО в квадрате плюс МП в квадрате равно 4 МК в квадрате так называемая формула Делмана Акумба вот можете так получить эту формулу таким образом чтобы так увязать концы с концами мы начинали с квадратой модели из из которой получается формула Делмана Акумба совсем вот так приятно получается мы заканчиваем этой же формулой все завязали завязали но если вы попросите я еще могу что-нибудь рассказать Вопросы Великое объединение В смысле вообще закончили? вообще закончили подожди Велика Великое выбрасываю это же интересно ну так интересно но значит с Великим объединением сейчас ситуация такая довольно таки темная да и вообще на самом деле о Великом объединении имеет смысл говорить после того как вы знаете все взаимодействия да электромагнитное да сильное и слабое слабое взаимодействие это же обвинение всех взаимодействий да слабое взаимодействие вы еще не изучали поэтому как-то я ну вообще-то я раньше рассказывал про это Великое объединение но Великое объединение значит и более популярная модель Великого объединения была это СУ5 симметрия СУ5 вот у нас есть группа СУ3 для сильных взаимодействий для сильных взаимодействий СУ2 для слабых и электромагнитных взаимодействий теперь ну ясно что константы связи когда мы будем писать для этих зависимость я идею хочу рассказать Великого объединения идею и достаточно вам вот пишем смотрим на зависимость констант связи от от у квадрата ну что мы видим что зависимость что что у квадрат у квадрат у квадрат вернее константы связи сильно он взаимодействий она быстро падает с квадрата быстро падает с квадрата квадрата теперь а там когда мы говорим о слабом электромагнитном там есть две на самом деле константы которые отвечают ну это не точно электромагнитные слабые на самом деле есть реальная смесь электромагнитного и слабого взаимодействия но тем не менее две константы связи ну одна из них потихонечку растет а вторая падает но слабее чем константы связи сильного взаимодействия да и вот значит как-то было обнаружено что они пересекаются в одной точке квадрата да ну это так было обнаружено с какой-то точностью и почему это было обнаружено потому что это очень хотелось чтобы так было да для чего ну для того чтобы сказать ага а вот значит где-то у нас есть единое взаимодействие а потом есть то есть есть какая взаимодействие которая построена на единой группе калибровочной да а потом ну на единой симметрии а потом эта симметрия нарушается нарушается ну понятно что если способ нарушения такой что ну мягкий способ нарушения это означает что при больших импульсах при больших передачах симметрия восстанавливается да она есть симметрия ну скажем ну грубо говоря так вот у нас есть слабый электромагнитное взаимодействие да но при низких энергиях ну какая сумметрия при низких энергиях у нас вообще сечения р buddy растут с энергией да растут с энергией ну потому ежели при низких энергиях до массы в да при таких энергиах до массы в у нас вообще взаимодействие в в теории Фемпе четырехфермионной теории, да, произведения четырехфермионных операторов, знаете это, нет, ну что-то где-то должны были выслышать, да, константа Ферми на произведение двух токов, да, В минус А, ток, вектор минус аксиал, ну, аксиал на В минус А, вектор минус аксиал, вот такая теория, ну, константа Ферми, она имеет размерность, а поэтому размерность единица на М в квадрате, а поэтому, значит, из-за того, что константа растет, у нас сечения растут цены, вот, но это только на массы W, потому что потом, значит, прекращается рост, и при больших энергиях, при больших энергиях, при больших передачах импульсов, правильно говоря, значит, энергии, вообще константные, вообще, сечения не растут, и восстанавливается симметрия взаимодействия, ну, а почему восстанавливается, ну, потому что, ясно, что до массы, когда передача меньше, чем массы, там, Z-базона или переносчиков слабых взаимодействий, а переносчики слабых взаимодействий, это Z-базон и W-базон, да, когда передачи малы по сравнению с их массами, ну, ни о какой симметрии говорить не приходится, а когда передачи велики по сравнению с их массами, ну, тогда что, массы неважны, они, можно их положить равными нулю, ну, ежи, конечно, теория достаточно хорошая, ежи симметрия нарушена, ну, как говорят, слабо нарушена, ну, вот, Хиггсовским механизмом она нарушена, ну, вот, ну, и тогда восстанавливает симметрию. И здесь так же предполагалось, вот, аналогичная картина предполагалась для, значит, единой теории, для великого объединения. Где-то на больших, на больших передачах импульса у нас есть, всеми массами можно пренебречь, у нас есть полностью симметричная теория, все взаимодействия и сильные, и слабые, и электромагнитные, они описываются единым образом. Есть одна константа взаимодействия, одна константа взаимодействия, которая отвечает, мы же говорим об одной константе взаимодействия, значит, есть какая-то одна группа. Эта группа, конечно, вот группа симметрии слабого, электромагнитного и сильного, то есть СУ-3 и СУ-2, они должны быть подгруппами вот этой большой группы, да? Ну вот, значит, подгруппами этой большой группы. И вот потом, правда, было обнаружено, что константы, вот, они, у нас же три константа, ну две-то, конечно, они в одной точке пересекаются, если они по-разному, одна растет, а другая, по-разному растут, да? А три, чтобы пересеклись в одной точке, это уже нужно как что-то такое, ну, какие-то специальные, начальные условия, что ли? Специальные, ну, это зависит от начальных условий, которые испекаются при низкой энергии, и вот, от характера роста, от характера, или падения этих, от поведения с передачей импульса, от скорости изменения, скорость изменения определяется бета-функцией, да? Скорость изменения определяется бета-функцией. А бета-функция, как вы понимаете, она, вот, скажем, бета-функция для, она зависит от числа полей, да? Скажем, есть бета-функция, бета-ноль для СУ-3 мы писали, это есть, что там, 11 третьих НС, минус 2 третьих НФ, правильно? Ну, это, ну, вот так, и, и там более внимательное рассмотрение показало, что не пересекаются они в одной точке, понимаете, да, эти константы. И, на этой, это был один из аргументов, вот это соображение было одним из аргументов в пользу существования суперсимметрии, потому что сказали, ага, они пересекаются, а вот е, где суперсимметричные частицы добавили, как раз и пересекутся, понимаете? Да? Вот было соображение в пользу суперсимметрии, да. И была построена модель, ну, такая популярная модель Великого Меддения, которая была основана на калибровочной группе СУ-5, СУ-5, да? Вот, но с тех пор много воды утекло, значит, два таких, два таких события произошло. Одно событие, это у нейтрина обнаружили массу, да? А что означает, что в нейтринах обнаружили массу? Это означает, что, если раньше были только левые нейтрина, да, можно было обойтись только левыми нейтринами, то теперь появились еще и правые, да, число частиц изменилось. Если раньше эти частицы все впихивались в группу СУ-5, теперь их не запихать в эту группу. Надо модифицировать эту вот теорию, СУ-5 не годится в прямом виде, надо теорию модифицировать. Это раз. А два что? Суперсимметрии не нашли. Вот поэтому, исходя из этих соображений, и из того, что все-таки лучше излагать Великое Меддение после слабого занимания, я, значит, этот пункт программы исключу, но понятие об Великом Объединении, я надеюсь, вам дало. А? Оксана Александровна, дал я вам понятие об Великом Объединении? Да. Все. Считаю свой долг удобным. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»